Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. В предыдущих видео я рассказал, что, используя вакуум-метры, можно наблюдать за состоянием воздушного и топливного фильтра, и у вас появится возможность менять их по мере загрязнения, а не по срокам, предписанным в сервисной книжке, либо привязывая эти замены к замене масла. Но я решил пойти еще дальше, и при помощи вакуум-метра у вас появится возможность контроля за состоянием вакуумного насоса, за правильной работой турбины и тормозной системы. У вас появится возможность снимать данные для первичной диагностики. Мы установим три вакуум-метра. Один для топливного фильтра, один для воздушного фильтра, и один для контроля за состоянием вакуумной системы. Поехали! Для работы нам понадобится отрезок шланга на 10, вакуумный шланг, тройник диаметром 4 мм и тройник диаметром 10 мм. Четыре пружинных хомута для топливопровода, из инструмента плоскогубцы и зажим топливопровода. Начнем с самого простого, с замены индикатора состояния воздушного фильтра. Он всем меня устраивает, но у меня нет реальных данных, сколько же на самом деле разрежения во впускном тракте. Переходим к сложному установке вакуум-метра на топливную линию. Сначала зажимаем топливоподачу. У меня установлен топливный насос, поэтому прежде чем скрывать топливную линию, необходимо стравить лишнее давление. Делаем подсборку манометра и тройника. Я потерял один хомут, поэтому временно поставлю винтовой. Но по возвращению в город обезуюсь заменить этот винтовой хомут на пружинный самозажимной. Устанавливаем хомуты. Тройник. И обжимаем хомутами. И фиксирую кабельной стяжкой, чтобы у нас не было лишних вибраций. Пока монтировал, сообразил, что надо было применить шланг более длинный, чтобы вакууметр поднять в зону крепления фильтра. Он бы тогда вписался более органично. Закручиваю клапан. Отсоединяю фишку топливного насоса, чтобы продемонстрировать вам разрежение, которое создает наш ТНВД в топливной системе. Снимаем зажим с топливной системы. И заводим. Разрежение, как вы видите, около 0,3 кП. Как только оно доберется 0,5-0,6 кП, это говорит о том, что пора заменить фильтр грубой очистки. И переходим к самому безобидному в данной системе. Это прибор на линии вакуумного насоса. Разрезаем основную линию вакуума, которая идет на первый штуцер в клапане управления турбина. Устанавливаем в него тройник. И также фиксируем хомутом грузовой проушень. Позже у меня здесь будет крышка. Естественно, с лапкой, как я люблю. В стиле одинокого следопыта. Вот на этой крышке этот манометр будет органично встроен. Заводим и смотрим, какое же разрежение создает мой вакуумный насос. 0,8. Очень хороший показатель. А на этом все. Таким образом, у вас есть возможность контролировать состояние своих расходников. В частности, топливного и воздушного фильтра. И менять их по фактической загрязненности, а не по тому, как написано в книжке ТО или с каждой заменой масла. А кроме этого, у вас появился инструмент контроля за состоянием вашего вакуумного насоса. И, соответственно, правильной работы тормозной системы и линии управления турбиной. А в следующих видео смотрите шок-контент по внутреннему содержимому фильтра нулевого сопротивления RED-БТР. Так как данный индикатор показал, что ему капец. И чтобы это не пропустить, поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал и не болей. Пока! Для работы нам понадобится отрезок масла бензостойкого шланга. Давай заново. Ну не могу выговорить. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!